Многие консультанты, многие люди, вот мне давали обратную связь, это у нас пятый форум, сказали, что они были в состоянии, ну скажем так, бросить сотрудничество с компанией, ничего не получалось. И вот сейчас мне же эти люди по прошествии нескольких лет пишут, говорят, что ура, ура, у меня появились новые квалификации, новые звания и так далее. Я не просто так вам это все рассказываю, потому что вы же знаете самый главный секрет успеха. Хочешь, чтобы рос твой спонсор и рос по карьерной лестнице, приходи на мероприятие сам. Хочешь расти сам, расти в доходах, чеках и так далее, приходи на мероприятие на любое с командой. Так вот, я вам сейчас подкидываю поводы, аргументы для того, чтобы вы могли привезти сюда свою команду и уже в следующем, а кто, может даже уже в этом году, вышли на новые какие-то ступеньки, потому что очень хорошее время. Вот, ну сейчас как раз настало время передать слово. И я, как сказал, что я нахожусь сейчас в крупном торговом центре города Сочи, в Мэри Молл. И как оказалось, не знаю, случайно это или нет, но сегодняшние спикеры, которым я сейчас передаю слово, это Элеонора и Дмитрия Родионова, топ-лидеры компании Reflame Россия, они тоже из города Сочи. И так мы случайно посмотрели, тогда в организационных моментах даже не обратили на это внимание. Оказывается, я в Сочи, мы в Сочи, вчера были люди из Беларуси, вообще. То есть мы, видите, собираемся со всех концов. Вот, так что встречайте Элеонору и Дмитрия Родионовой, это лидеры, которые поделятся с вами темой системы про технологии быстрого роста. Это люди, которые имели возможность лично пообщаться с такими людьми, как Кёрк и Елена Ректор, основателем системы про. И вот, возможно, получив какие-то фишки, секреты, они смогли открыть сразу три звания, работая только по системе про. О чем вы сегодня как раз узнаете, спросите. Давайте сейчас встречайте своим бурными аплодисментами, лайками, или как вы можете выражать эмоции в чате. Элеонор и Дмитрий, а я вам передаю слово. Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Мы вас рады приветствовать в солнечном Сочи. Дайте, пожалуйста, обратную связь. Как нас видно, как нас слышно. Какое у вас настроение. Напишите, пожалуйста, с какого вы города. Подготовьте сразу свои вопросы. Ну а мы загружаем нашу презентацию. И, пожалуйста, я очень надеюсь, что я буду видеть чат и смогу вам отвечать. Напишите, пожалуйста, на какой ступеньке вы находитесь, кто у нас присутствует сегодня. Менеджеры, телекарады. Да, представьтесь, пожалуйста. Давайте с вами познакомимся. Ну а мы включаем презентацию и начинаем наш рассказ. Друзья, наш бизнес – это бизнес истории. И сегодня мы постараемся вам донести нашу историю. Через нее мы вам передадим наши методы работы. И мы расскажем все то, что мы делаем. Так, чат я не вижу. Ну что ж, система про технологии быстрого роста. Это моя тема. Друзья, я в компании Reflame нахожусь с 2004 года. По образованию я юрист. Работала в милиции следователем. Маленький ребенок, муж. Муж работал на стройке, до этого тоже работал в милиции. И, в общем-то, жили как все. Знаете, ни о чем, собственно говоря, не мечтали. Когда меня спрашивали, мечтаешь ли ты о чем-то, я всегда говорила, что я реалист. О чем можно мечтать? Все есть. Муж, ребенок, работа. Ну, конечно же, денег не хватало, как я думаю, что и многим людям, работающим по найму. Я всегда говорила, муж, ребенок, а где же лично я? Мама, семья, а где же лично я? Чего-то не хватало в жизни. Что-то хотелось. Но точки соприкосновения, куда приложить свою энергию и желания не было. И вот однажды мы приехали в город Сочи. Это было также в 2004 году. Мы переехали в погоне за большим заработком. Нам хотелось зарабатывать немного больше, чем мы зарабатывали до этого. И мой муж-строитель, он поехал на подработки. И, естественно, я, как любая жена, поехала за ним. Чат, к сожалению, пока не вижу. Вот он, пришел чат. Минутку, потому что немножко так мне хочется с вами диабет вести. Отлично, я вижу уровни. Супер. 30 секунд. Продолжаем. Вы меня не видите, да, только слайды. Хорошо. Итак, придя в Арифлейм, я пришла просто брать продукцию себе дешевле, экономить. Но когда увидела маркетинг-план, мне захотелось... Вы видите слайды, друзья? Пожалуйста, вот момент такой очень важный. Видите ли вы слайды? Пожалуйста, напишите. Переехав в город Сочи, хотелось зарабатывать, и муж стал заниматься, работал на стройке. Я продолжала работать в милиции. Придя в Арифлейм, просто брать себе продукцию дешевле, я увидела маркетинг-план, и мне захотелось подниматься по карьерной лестничке выше и выше. Но муж отнесся к этому скептически, сказал, что, возможно, это секта, возможно, это пирамида. Ну, ладно, занимайся, денег я тебе отлично. Видите, слайды все великолепно. Значит, я спокойно продолжаю. И, собственно говоря, я стала заниматься своим Арифлеймом. Честно говоря, вы знаете, сильно у самой тоже веры не хватало, что это действительно реально, что здесь какие-то есть серьезные заработки, серьезные деньги. Но, в принципе, как мне мой муж сказал, чем бы дитя не тешилось, лишь бы денег не просила, занимайся. Ну, и я занялась. Однако, когда я впервые попала на большую мотивационную встречу в городе Краснодар, я увидела людей, успешных людей, и поняла, что, ну, не может быть все это неправда, не может быть ради меня вот все тут собрались меня обмануть. Конечно же, наверняка, на самом деле, здесь существует какой-то рост. На самом деле, здесь наверняка все это есть, о чем они говорят со сцен. И тогда я поставила себе такую цель. Я уйду доголивать декретный отпуск, ребенку на тот момент было два с половиной года до трех лет, и стану за это время директором. И вот если мой заработок от Арифлейм будет больше, чем на основной работе, я уйду. В мае, это еще раз хочу сказать, ребят, это было незнакомо, абсолютно не видно слайды. Видите, ребят, слайды? Кому не видно? Ниначка, моя дорогая, тебе не видно слайды? Нина. Так вот, продолжала работать. На верхней полочке у меня стояли пакетики с заказиками, на нижней полочке уголовные дела, так и продолжали мы двигаться дальше. Уйдя в декретный отпуск, я взялась за Арифлейм, всерьез, как мне тогда казалось. Ребенок маленький, нянечки не было. И первым делом, что мы сделали, мы сформировали команду. Вот если видите слайды, то здесь как раз-таки первые мероприятия. Я понимала интуитивно, что надо людей как-то сплачивать. Нужно формировать как-то коллектив, нужно какие-то проводить мероприятия увеселительные. И мы отмечали всякие разные мероприятия. Ребят, это на тот момент служило, знаете, было очень важным моментом. Коллектив формировался, и так мы двигались. Работали полностью, безусловно, в офлайн. Это 2004 год, конечно же, никакого интернета не было, ни о чем не мечтали. Но идею бизнеса я уловила сразу. Я прочитала книгу «10 уроков на салфетках». Я поняла, что надо именно строить сеть. Ребят, все понимаете, что не все фотки, 4 фотки. Сейчас продолжим. Все ли понимают, что это действительно наш бизнес, это не бизнес тюбиков, баночек, что это серьезный бизнес, где вы можете построить свое будущее, где здесь есть пассивный доход? Эта идея до меня дошла достаточно быстро. И людям я говорила так, здесь не каталог, здесь не только косметика, здесь совсем другое. И при возможности старалась везде нарисовать маркетинг-план, объяснить, показать. И вот так мы двигались. Это было до знакомства с системой PRO. Мы двигались, бизнес развивался, но он был хаотичным. Через год работы в Арифлейм примерно я открыла директора, купила себе первый автомобиль Nissan March. И об этом страстно мечтала, потому что работая в милиции, естественно, ни о каких автомобилях речи быть не могло. И мой муж сказал, ну что ж, в принципе, неплохо 40 тысяч, но это не те деньги, спасибо, вас слышно, отлично, не те деньги, на которые мы можем жить. И я продолжаю работать на стройке. И появилась новая мечта, появилась мечта стать именно бриллиантовым директором. Я увидела примеры быстрорастущих лидеров на тот момент, и мне захотелось тоже стать именно бриллиантовым директором. После чего я стала изучать более плотно систему PRO, система продаж рекрутирования в Арифлейм. На тот момент как раз-таки появился известный, я думаю, что в Арифлейм, да, в мире Арифлейм, Кёрк Елена Ректор, и я ездила по семинарам, где только они их не проводили. Также была у Маргариты Полежаевой, удостоилась чести, вот мою историю напечатали в замечательном альманахе, «Историю успеха». Я заключила обязательства с самой собой. Знаете, контракт. Я увидела первую в жизни книжку «Планирование». Я написала здесь, я не знаю, вам видно, нет, 2008 год, что я Родионова Элеонора Александровна становлюсь бриллиантовым директором. Я прописала свои цели, это очень важно. И стала двигаться, стала двигаться, стала посещать семинары, изучать. И прошло какое-то еще время, я осталась золотым директором. 2009 год, первая поездка в Рим. Вот на фотографии, если вам видно, я думаю, что здорово. Спасибо, Сергей. Это я в чат отвечаю, Башкортостану. Так вот, поехали в Рим, и мой муж увидел масштабы, те, которые дает нам золотая конференция. Он увидел размах. Мы, ребят, мы обычные люди с поселка, где коровы ходили по улице пешком. Да, и переехали вот в Сочи, это 11 лет назад, и в это же время пришли, получается, в Арифлейм. И спустя какое-то время мы едем в Европу, мы делаем заграничные паспорта, и мой муж видит эти масштабы. Он говорит, что больше на стройку я не вернусь. И мы принимаем судьбоносное решение заняться вплотную Арифлеймом. Я говорю, Дим, ну давай ты займись ребенком, потому что первый класс, ему нужно уделять время. А я займусь более серьезно, уже от всей души, как говорится, своим любимым бизнесом. И вот здесь система ПРО уже была на таком серьезном уровне, как тогда я ее понимала. Первонаперво, ребят, это планирование. Это планирование развития лидера. Как вы видите, вот здесь ксерокопии еще тех материалов, документов, можно сказать, да, где мы это все писали. Мы писали каталоги, мы писали по плану, сколько мы хотим репутов, по факту. Все это делалось. Это был ежедневный отчет действий. Просто с утра до вечера у меня был расписан день. Это были командные встречи. И каждый каталог я записывала, вот здесь, может быть, мелко видно от руки, что я собираюсь, ну первое, золотой же директор на тот момент было, не было старшего директора. Очень мечтала о золотом директоре, пишу золотой директор, золотой директор, золотой директор по плану, а по факту директор, директор, директор. И вот на какой-то определенный каталог я все-таки открываю золотого директора в 12-м каталоге, между прочим, совсем нелегкий каталог, это август месяц. И я открыла золотого директора, собственно говоря, стали мы золотыми директорами. Далее мы еще более усиленно стали работать по системе ПРО, и результат не составил себя ждать. В нашем государственном филиале объявили конкурс проведения. И нам сказали, чтобы мы присылали вот те самые отчеты, вот сюда вернемся, сколько проведено встреч, сколько рекрутов, сколько стартеров, сколько сделано действий и так далее. И все эти моменты присылать в филиал, в наш центральный офис. Что мы, собственно, и стали делать. В результате, результат не заставил, собственно говоря, себя ждать. В 2010 году мы заняли первое место в конкурсе проведения. Как мы сначала узнали, это было в Краснодарском крае, а потом, когда уже поехали в Турцию на это мероприятие, на ПРО-конгресс, оказалось, что и по России. Собственно говоря, ничего такого особенного мы не делали. Мы просто проводили встречи три раза в день, один раз в неделю мы проводили мотивационные встречи, и просто четко фиксировали количество наших действий. И мы удостоились действительно такой очень приятной чести общаться с Еленой Керком-ректором. Это был индивидуальный коуч. И как мы потом узнали, это было первое место кассы в России. В журнале печатали. Ну, очень, в общем-то, такое приятное мероприятие. От компании нас поощрили. Ну, собственно говоря, компания умеет чествовать, умеет награждать. Это классно, это здорово. Двигаемся дальше. Ну, как результат, ребят, что получилось? Получилось три звания за год. О чем говорил Александр. Это старшие золотые, сапфировые и бриллиантовые директора в 2011 году. Мечталось, конечно же, стоять на сцене. Мечталось, конечно же, выступать. И эти мечты сбылись. Выступали на сцене в Лиссабоне, выступали на сцене в Бразилии. Несли несколько чеков сразу. Это очень здорово, очень приятно. И действительно, доход вырос в разы. Вы знаете, тут очень важный момент. Это момент сжечь мосты. Это момент принять решение. Когда я увольнялась с работы, если немножко вернуться назад в мою историю, то это было судьбоносное для меня решение, потому что мои коллеги крутили у виска. Они говорили, как ты уходишь с такой вакансии, с такой должности. Ты следователь, капитан юстиции. Они реально крутили у виска. Мой папа со мной не разговаривал два года после того, что я сделала. Когда муж уже ушел с работы, будучи золотыми, когда мы были директорами, это тоже было второе судьбоносное решение, потому что доход его был основной. В Сочи, ребят, дорогой достаточно город. Я на тот момент, будучи золотым директором, зарабатывала 50 тысяч. И он зарабатывал. Я не быстро говорю, ребят, пожалуйста, если быстро, скажите, я буду медленнее говорить. Хочу просто успеть все донести. И, собственно говоря, это важно. Вот знаете, есть такая притча, ну просто разбавлю немножко свою историю. Один, это далекие-далекие были времена, тогда еще были деревянные корабли. И вот одно войско никак не могло завоевать остров, где также были такие серьезные войска, и мы никак не могли о них победить. И вот однажды их адмирал, их капитан, когда они прибыли на этот остров, что он сделал? Он просто-напросто сжег корабли. Корабли были деревянные, и он сказал, что либо вперед, и мы победим, либо назад и смерть. То есть либо вперед и победа, либо назад и смерть. То есть отступных путей не должно быть. И я себе создала вот такую обстановку, чтобы я не могла отступить обратно. Потому что сзади были родители, перед которыми было стыдно, которые меня пять лет учили, которые меня устраивали в милицию, и как я опозорюсь перед своими работами, людьми. Я сейчас на методе все расскажу, ребят. Поэтому это очень важный момент. Проект офлайн. Значит, первые директора, тогда мы начинали, мы работали, конечно же, только офлайн. И если говорить очень коротко, постараюсь о директорах. Первый мой директор, это, я не знаю, видно вам, мышку нет, сестра справа от меня. Она пришла после развода с мужем, быстренько за мной, следом стала директором. Другая очень интересная история. Людмила Гофф. Ее буквально за руку привела мамочка, ее мама. Мама-вахтер, которой я буквально вот с руки нарисовала презентацию, а Люда работала соцработником, получала 1600 рублей зарплату. Сейчас это директор квалификации золотого, которая вместе с нами бывала из-за границы, в том числе и в Швеции. Очень интересная история Виктории Репниковой. Ой, блин, прошу прощения. Виктории Репниковой, которая как раз-таки крутила у виска, когда ее увольнялась с милицией. Это моя коллега. И когда она мне позвонила, я спросила, Элла, сколько, как там вообще, что там у тебя дела-то? Я говорю, ну нормально, все, а у вас милиция. А в милиции, говорит, зарплату подняли. Какая зарплата? 12 тысяч рублей. Я говорю, ты знаешь, я уже 70 получаю. Ой, давай встретимся. С тех пор Вика с нами. Интересная история Елены Нестеренко, левый верхний угол, возле слова проект. Елена бывший предприниматель, и она пришла, когда ее бизнес полностью развалился, а очень долго до этого, несколько лет, была потребителем. И даже спящим иногда потребителем, поэтому, ребята, обзванивайте распечатки, это тоже работает. И с цветочками, с красненькими шариками, это моя любимая мама, ребят, которая вообще, вы знаете, настолько домохозяйка до мозга костей. Но когда ее в 54 года уволили с работы за год до пенсии, а мы как раз отмечали мероприятие в Сочи 8 марта, я говорю, мам, давай зайдем, девчонок поздравим. И выбегает вот Костя Завьялов, один из наших тоже первых директоров у Людочки, вот мужчина тут в углу, и обнимает мою маму и кричит, Татьяна Павловна, спасибо вам за вашу дочь. И, в общем, мама расстаялась, захотела быть где-то. Ну и, к сожалению, из-за ограничения времени не могу рассказать о всем. Ребят, мечты сбываются. Первый секрет – это визуализация. Первый секрет – это визуализация. Это мой первый калаш в моей жизни. И если вы обратите внимание, внизу картинка дома. Дом, вырезанная картинка была просто понравившейся мне картинкой. Это 2007 год. Естественно, этот калаш был заброшен, мечты какие-то сбылись. Там, вы видите, очень мелкие мечты, сапожки, одежда, машинка и так далее. Но когда мы уже построили дом, вот этот дом, в котором мы живем, это сруб трехэтажный в лесопарковой зоне города Сочи. У меня мороз пробежал попозже, потому что это деревянный дом. Материал из одинаковых. Одинаковый материал на калаше и на доме. Реально, представляете? То есть это работает. Калаш и визуализация – это работает. Это реальный, скажем так, факт. Я вам как юрист говорю – это работает. Ну, машина, да, мечталась о такой, получили вот такую, да, это муж стоит обмывает. Это уже реальные фотографии сверху на коллаже. Поэтому мечтайте. Я очень сильно мечтала нести флаг России. Вот знаете, просто вот такая вот женская, какая-то глупая мечта. Это 2010 год, это золотая конференция на фотографии, если вы видите в левом углу. Ну, просто я сфотографировалась с флагом России. Просто, да. Рядом фотографии 2011 год – это Лиссабон. Мы несли флаг России, потому что как раз-таки сделали такой результат и нас удостоили этой чести. Опять же, да, мечты сбываются, надо просто верить. И вот вам, опять же, доказательства, что это работает. Так, двигаемся дальше. Лестницу успеха тут высылают. Ну, и вот на сцене выступали, где нас слышали на заграничной сцене, да, на золотой выступали сначала конференции, потом на бриллиантовой в Бразилии, где нас слушали более 3000 человек. Это было очень страшно, очень страшно, но очень почетно. Ну, и теперь, собственно говоря, это я вас немножечко так настроила, чтобы вы это захотели, а теперь постараемся уложиться максимально быстро, что же для этого нужно делать. В основе поговорим о системе ПРО. Что же такое система ПРО? Ребят, в основе системы ПРО, ну, вот, Сергей, вы очень такой внимательный, да, что флаг Сербии, ну, и бог с ним. А я думала, что флаг России. Класс. Итак, в основе системы ПРО лежит активный рекрутинг. В основе системы ПРО лежит активный рекрутинг. И, знаете, люди готовы делать все, что угодно, но не делать очень простые вещи. Так вот, смотрите, все лидеры, все консультанты, раз вы находитесь на рифле, мы подразделяемся на определенное количество уровней. Так вот, первый уровень – это проведение встреч, первого уровня, проведение встреч первого уровня. Если ты консультант от 0 до 9%, ты должен проводить встречи первого уровня, то есть один на один, или приглашать людей на презентацию к спонсору. Если ты консультант уже от 9% и выше, то есть менеджер, то ты должен проводить встречи второго уровня, то есть для коллектива, для своей команды. Сейчас мы об этом поговорим подробнее. Это просто идея, да, вот чтобы вы поняли суть. Хотя я думаю, что многие из вас, безусловно, это знают. И следующая ступенька – это встречи третьего уровня. Шоу команды должен проводить, где ты уже собираешь менеджеров, где ты уже… Нет, ребят, я одна буду говорить. Где ты уже будешь… Где ты проводишь встречи на команду. Ну и если ты выше, ты должен уже объединять все свои большие команды для проведения звездных шоу. Фактически мы это и делали. Благодаря этому произошел такой результат. Поговорим об этом подробнее. В основе всего лежит личный рекрутинг. 10 контактов в день решают все ваши проблемы. От трех презентаций в день и встречи первого уровня. То есть это один на один. Вы знаете, многие консультанты превращаются в выращивателей жемчужин. Но по большому счету мы с вами ловцы жемчуга. Вот что делает искатель жемчуга? Он просто открывает устрицы, смотрит, есть там жемчужинка или нет жемчужинки. Если нет, он ее закрыл и отпустил. Наша с вами задача, в принципе… Да. Наша с вами задача, в принципе, ребят, такая же. Заниматься массовым рекрутингом. И именно только тогда будет у вас происходить массовый и действительно серьезный рост. То есть в основе всего это 10 контактов в день. Это первое правило личный рекрутинг. Двигаемся дальше. Встреча второго уровня. Это уже команды. То есть ты формируешь свою команду и вместе с командой проводишь встречи второго уровня. То есть у тебя уже несколько человек, и каждому ты даешь слово. Кто-то скажет слово о компании, кто-то о продукции, кто-то скажет о бизнесе. Важно научиться делегировать, важно давать поручения уже своей команде. Если ты уже 9% и выше, то ты должен проводить встречи второго уровня. Ребята, вам понятно, что я рассказываю? Если нет команды, вот многие, наверное, мне скажут сейчас, ну классно, да? Это хорошо, у кого есть команда, если есть между кем распределить. А если у меня нет команды? На самом деле, когда человек не занимается рекрутированием, то, конечно, у него и не с кого выбирать. Своей линию фактически человек сам себя и подставляет. И поэтому, безусловно, конечно, что нужно делать? Нужно массово заниматься рекрутированием. Те же самые 3 презентации в день, 10 контактов в день. Да, сначала ныряют глубоко за ракушкой. Все верно. Вы знаете, существует два типа людей в нашем бизнесе. Ну, такой вот образный, возьмем собирательный образ. Это, допустим, Маша. Одна Маша, которая хочет помочь абсолютно всем. Вот вы знаете, вот кто бы к ней ни обратился, она абсолютно хочет помочь всем. У нее куча потребителей, у нее куча людей, которые ей бесконечно звонят. Зачастую эта Маша не имеет команды, зачастую эта Маша не умеет делегировать или кажется ей, что ей некому делегировать. И, ну, собственно говоря, выше директора часто не растет. Еще говорят, говорят, что у таких людей звездная болезнь. Так вот, друзья, нужно понимать, что где-то 80% людей в ваших организациях это люди-потребители. Где-то процентов 15% это группа «Хочу быть», которые будут вам в глазки заглядывать, которые будут говорить, что да, 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 я хочу, 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 но в результате по большому счету будут только тратить ваше время. И вот самая большая опасность лидеров «Арифлейм» это работать не с теми людьми. Поэтому работаем с 5% тех, которые на самом деле, то, что говорят, они делают. Как пригласить людей на встречу? Если вы сейчас смотрите на свою команду и вам кажется, что не из кого выбрать, да, фактически как должно звучать предложение? Вы должны посмотреть на своих людей, которые размещают заказы, или которые вам нравятся, или которые приходят на обучение и сказать, ну, допустим, да, Даша, вот ты знаешь, я смотрю на тебя, ты делаешь свои личные баллы, да, ты такая молодец, ты дисциплинированная, ты вообще приятная, классная. Да, есть контакты в день основы бизнеса, все верно. Я хочу тебе сделать предложение. У меня есть команда, моя личная команда. Мы идем бриллиантом, президентом и выше. Но нужно соблюдать правила. Ты готова в эту команду войти? Ты хотела бы? И если человек говорит да, нужно пригласить его на организационную встречу. Конечно же, не каждый человек придет. Конечно же, не каждый человек что-то начнет вообще делать. И тогда мы начинаем, опять же, возвращаемся к личному рекрутингу. И если у вас, друзья, уровень еще небольшой, то вы можете просто пригласить людей на скайп или в кафе к спонсору на встречу. Привет, у тебя есть минутка. Я только что узнал о очень классных возможностях. Ты знаешь, есть возможность зарабатывать, да, может сказать, в интернете, да, вот опять же, фишка, да. Я хочу тебе это показать. Я расскажу при встрече. Давай за тобой заеду. Либо спросить у незнакомого человека. Вам, допустим, там, покупку совершаете, не знаю, в магазине, да. Да, да, совершенно верно. Основа всего это 10 уроков на салфетках. Совершенно верно. В магазине. Вам нравится ваша работа, да, там, спасибо, классно обслужили. Работа классная, нравится, как вам платят. Ну, в основном вам люди скажут, да, не очень. Вот в этот момент можно дать визитку и сказать, вы знаете, я, возможно, могу вам помочь. Давайте обменяемся с вами телефонами. И, соответственно, уже после этого пригласить человека на встречу. Либо так сказать, ты знаешь, я познакомился с таким интересным человеком, он развивает бизнес, ему нужны толковые люди. Я могу найти время, чтобы тебя с ним познакомить. Он очень занятой человек. Но если ты на самом деле хотел бы иметь работу или подработку, то давай я тебя с ним познакомлю. И, соответственно, приглашайте человека по графику. У вас должен быть составлен график, не хаотично, а график презентации первого, второго или третьего уровня. Команда, да, ну, то, о чем я вам сказала, сформируем команду. Сформируем команду, ребят, из ваших партнеров. Вот приглашаем вот таким образом и говорим о том, что надо соблюдать правила. И только 5% людей на самом деле войдут в вашу команду. В команде, как говорил Кёрк-ректор, должны быть люди, которые только... Спасибо, Наталья Верина. Я тоже очень горжусь, что я ваш лидер. Итак, продолжаем. 5% только войдут в команду. И вы должны четко понимать, те люди, которые только заявляют о том, что они хотят, если они не выполняют своих обязательств, 1, 2, 3 раза не выполняют обязательств, ребят, без сожаления таких людей надо из команды исключать. Вот есть разные мнения. Мое мнение, это мнение таких людей в команде быть не должно. Добро пожаловать в группу потребителей. Вот как созреешь, приходи, моя дверь открыта. Я всегда готов тебе помочь, если ты захочешь всерьез действовать. Потому что самое ценное, ребят, это время вашей жизни. Ну и опять же, статистика, 10 контактов в день, не будем повторяться, много еще слайдов. Теперь ты готова, ты можешь начать это делать, только хочу тебе сказать, и опять же, что у меня есть команда, моя личная команда и так далее. То же самое, ребят, где брать людей. Даже Робинзон пятницу нашел. Первый контакт, это как в воду войти. Гарантируйте свой успех количеством личных встреч в день. Сегодня копаешь, завтра копаешь, а послезавтра будет результат. Вы знаете всю историю про золотоискателя, который искал-искал золотую жилу, копал-копал-копал-копал, и в результате отчался и бросил. Пришел другой человек, один раз копнул и напал на золотую жилу. Поэтому только упорные, продолжительные действия, направленные на рекрутинг, дадут вам результат. Помните, основа системы ПРО – это именно массовый, ваш личный рекрутинг. Как говорит Владимир Полежаев, когда к нему подошел один лидер и сказал, как мне надоели эти рыбьи глаза, моих консультантов. На что он сказал, а что тебя толкает, что тебя заставляет работать с этими рыбьими глазами. Иди и начни работать с новичками, не бойтесь новичков. Это драйвл, это класс, когда ты проводишь презентации. Это энергия, это новая кровь в твоих жилах, в твоей организации. Только так. И надо дать себе обещание, что я контактирую каждый день с 10 людьми, с энтузиазмом о бизнесе Арифлейм. Открытым или закрытым текстом, как хотите, ребят. Но лучше всего закрытым. Почему? Потому что, к сожалению, люди не все знают, что Арифлейм – это путешествие, это поездки, это пассивный доход. В основном Арифлейм позиционируют, как многие люди понимают, как каталоги. 10 контактов в день дают вам 1 регистрацию в день и через 2 года дважды бриллиантовый директор. Поставьте, пожалуйста, плюс, кто хочет стать дважды бриллиантовым директором, кто еще не является. Это как поезд, ребят. Остановки, встречи первого уровня, второго, третьего, 12-24 директора едут, 10 человек ежедневно садятся. Одного лучшего оставляем, 5 в неделю, 4 в месяц в команду. И что происходит в результате? Смотрите, 10 контактов в день дают вам 3 презентации в день, дают вам 1 стартера, дают вам 5 в неделю, одного вы берете из них в команду, 4 вы берете в месяц. Так что же будет в результате? Давайте посчитаем. Вы готовы? Конечно, я не очень профессионально составляю слайды, но я думаю, что вы поймете. Первая колоночка у нас не колоночка, а по горизонтали, это месяцы, да, 1, 2, 3, 4, 5 и поехали до 12. Вторая колоночка, это у нас, немножко сдвинулось здесь, но смотрите, а нет, не сдвинулось. Каждый каталог вы приглашаете по 4 человека в команду, по 4 человека, спасибо, что вы готовы, супер, класс, значит все будет. По 4 человека в команду, в свою большую дружную команду. Из них на третий каталог или на третий месяц 2 человека выходят на ступенечку 12%, если вы работаете по вот этой системе. На шестой каталог один человек уже у вас выходит на ступенечку 22%, на седьмой каталог вы открываете старшего директора, на восьмой каталог вы открываете золотого, на девятый вы открываете старшего золотого, потом сапфировый идет, на двенадцатый каталог получается бриллиантовый. Да, на десятый каталог бриллиантовый за 36 месяцев, ребят, президент, вот согласно вот этой системе, это абсолютно все реально. Проблема в том, что не надо работать с теми людьми, которые не хотят, вот и все, понимаете, не нужно работать с теми людьми, которые не хотят. Ну про мотивацию я вам немножко позже скажу, давайте немножко про модель системы ПРО в интернете. Система ПРО в проекте карьера мечты. Вы спрашивали насчет онлайн. Фактически, ребят, говорить о том, что мы только будем работать в офлайн, вот по старинке, ну совсем-совсем так нельзя, потому что в любом случае приходят новые технологии. Вот я, допустим, застала время, когда 2000-2002 год, когда практически ни у кого не было телефона. Но когда у меня появился мой первый сотовый, я имею в виду, телефон, то я думала, кому же я буду вообще звонить. Двигаемся к этой цели, Андрей, двигаемся. Обязательно двигаемся, обязательно будем. Наверное, есть тоже проблемы, раз еще не президенты. Хочется задать встречный вопрос, да, на какой ступенечке вы? Так вот, двигаемся дальше, ребят. Значит, в интернете глупо просто думать, что действительно новые наши технологии нельзя, не нужно применять. Это и скайп, и вайбер, и ватсап. Все это, безусловно, конечно же, нужно применять. И когда-то, когда у меня был первый мой сотовый телефон, я думала, боже мой, кому я вообще позвоню? Вот кому я позвоню по этому телефону? У меня совершенно не было никаких знакомых, у кого есть сотовый телефон. Но со временем появился круг знакомых, и, безусловно, телефоны появились. То же самое и касаемо интернета. У нас сейчас с вами есть столько много технологий, и мы это все, безусловно, вот ту информацию, которую мы даем с вами людям в обычном режиме, мы можем просто давать большему количеству людей через онлайн. Как же выглядит это в онлайн, и что мы используем? Смотрите, ребят, значит, что мы используем в своей работе? Я, по крайней мере, делюсь опытом. Кому подходит, применяйте. Здорово, классно, ребят. Я рада, что вы будете исполнительными, бриллиантовыми. Обязательно, да, обязательно все у вас получится. Я в вас верю. Я просто, ребят, я делюсь то, что знаю я, то, что умею я. И кому подходит, применяйте. Ну, кому не подходит, ну, собственно, не применяйте. Правда же? Первый шаг – это массовый рекрутинг. Где мы можем рекрутировать? Это социальные сети, это доски объявлений, это теплый рынок, знакомые. Как легко вы можете пригласить своего знакомого, допустим, на скайп общение со своим спонсором, сказав те же самые слова, которые вы говорите в обычной жизни. Это вот на первом месте, это теплый все-таки рынок. Какое огромное количество людей на досках объявлений на сегодняшний день ищут работу. Ну, почему бы им не предложить удаленную работу в интернет? Это легко и просто сделать. Но вопрос, знаете, тут не в секретных каких-то действиях, да? На самом деле наш бизнес удивительно простой. Ведь секрет в количестве действий. Вот знаете, секрет в количестве. Вот в этом есть секрет. Вот если ты будешь это делать много, да, ты станешь президентом. Если ты будешь знать это, да, но делать много не будешь, да, ты не станешь президентом, ты станешь всего лишь бриллиантовым директором. Ну что ж, все еще впереди, правда же? Поэтому первый шаг – это массовый рекрутинг. Конкретно планируем на это время, рекрутируем соцсети, доски объявлений, теплый рынок, презентации первого уровня по скайпу или по вебинару. По скайпу вы можете проводить презентации один на один. По скайпу вы можете проводить презентации для трех, для пяти людей. Вот мы по скайпу, допустим, лидер мой приглашает своего новичка, да, я подключаюсь, и мы проводим трехстороннюю скайп-встречу. По вебинару удобнее в плане того, что ты можешь пригласить гораздо больше людей на вебинар, чем три-пять человек, да, гораздо больше. Поэтому, безусловно, нужно использовать и то, и то. Дальше, в скайпе. В скайпе у вас должны быть чаты, где вы своих людей объединяете в команду, им уже даете информацию. Дальше. И качество. Знаете, насчет качества скажу так. Есть такое выражение у пьер-корректора, опять же, нет понятия качественный рекрутинг, есть понятие количественный рекрутинг. И никогда у вас, ребят, не будет качественного рекрутинга, если вы не будете, не наберете своих шишек и не наберете количественного рекрутинга. Никогда ты не проведешь свою идеальную супер-пупер презентацию, да, если ты не умеешь, в принципе, их проводить. Да, свою первую презентацию по Лежаевску я вызобрела наизусть, я была на 18%. Но я тогда ее научилась проводить, когда я ее делала очень-очень много раз. Да, двигаемся дальше. Проводим презентации от 3 до 10 раз в день. Дальше. Встречи второго уровня. То же самое можно делать в режиме вебинарной комнаты. Вот мы это прекрасно уже практикуем. Когда мы собираемся командой, каждому дается слово, и каждый просто точно так же по папочке презентация возможностей о рефлее. Кто-то говорит о продукции, кто-то говорит о компании, кто-то говорит о бизнесе, и каждый говорит одну страничку. В результате классно это все звучит. Планерки. Если вы хотите всерьез, то, конечно, у нас, по крайней мере, они проходят каждый день. Но план минимум они должны проходить. Да, Танечка. И Танечка вот у нас тоже участвует. Вот, знаете, у меня сейчас присутствует команда, которая с разных городов. Я их даже не видела ни разу вживую. А они у нас в проекте. Это здорово, это реально, и это на сегодняшний день возможно. И если я раньше думала о том, что невозможно по интернету вообще работать, я не буду чувствовать людей, я не буду чувствовать энергетику. Ребят, все чувствуется по скайпу, по телефону. Это передается вот как-то по воздуху. Поэтому если ты нормальный человек, если ты реально хочешь людям помочь, если ты всю душу вкладываешь в этот бизнес, ну, в принципе, можно и совмещать, можно и полностью в онлайн, можно и частично. Обучение у нас сейчас полностью через вебинары. Хочу сказать, что, в принципе, 80% нашей команды продолжают работать офлайн. Это тема и директора, о которых я вам ранее сказала. Они полностью работают в офлайн, и только частично они работают в онлайн. Это обучение. Ну, собственно, безусловно, да, это канал YouTube должен быть, где происходит обучение команды, где люди могут посмотреть обучающие ролики. Это группа в соцсетях, где ты также подключаешь свою команду, которые берут там информацию. И обязательно планирование. Обязательно планирование, если раньше мы планировали, вот я вам показывала, да, на бумажечках, где-то в отпечатанном виде, это надо было все распечатывать. То есть сейчас это очень удобно, составляется гугл-таблица, планируешь действия, люди отчитываются, присылают тебе ежедневные отчеты. Но просто-напросто, да, спасибо, Танечка, конечно, самые, все крутые. И, безусловно, мы в том числе. Вообще, Арифлэйм весь крут, правда же? Классно, что мы в этой команде и в этой компании. И мы должны делать обязательно, ребят, без планирования. Это, знаете, как корабль без плана, без маяка, куда он приплывет, когда он не знает маршрут, куда он приплывет. Так и здесь. Обязательно мы должны и оффлайн, и онлайн, безусловно, планировать. Не слышно, звука нет. Ребята, а у остальных звук есть? Ну, это наши звездочки. Конечно, тут я не могла всех, да, на фотографии включить. Наши подрастающие звездочки прошлого каталога, именно онлайн уже проекта «Карьера мечты», тут присутствуют девочки, вот пишут в чате, Татьяна, Инино. Всех вас очень люблю, очень горжусь, что вы есть в моей команде. И действительно, ребят, реально, возможно. Но вы должны понимать, если вы выбираете интернет, то здесь работать надо еще больше, чем вживую, реально еще больше, чем вживую. Если ты работаешь вживую, то ты провел презентации 3 часа, ты пришел дома, можешь, ну, я не знаю, отдохнуть, наверное, как-то где-то местами, то в интернет, ну, пока это все формируется, ты должен работать очень-очень-очень много. Это правда, это реалии жизни. Работать можно в онлайн, работать можно в офлайн. Как я уже сказала, 80% лидеров продолжают работать в офлайн, и я никому ничего не навязываю. Просто я сейчас выбрала вот такой метод работы, и это, собственно, мое дело. Я не знаю, что будет мотивировать вас, ребят, я не знаю, что будет мотивировать вас на новые подвиги, на новые результаты, на новые звания. Меня лично мотивирует моя команда, мои люди, которых я пригласила. Я в ответе за свою команду, я в ответе за каждого человека, кто в моей структуре. Я это так ощущаю. Меня мотивирует моя семья, мои родители, мой сын, мои близкие. И мне хочется делать результаты новые не потому, что деньги сильно там нужны, не в этом, конечно же, уже вопрос стоит совершенно, а в том, что, в принципе, я понимаю так, что человек, он не создан для того, чтобы стоять на месте. Дерево умирает тогда, когда перестает расти. Человек деградирует тогда, когда он перестает двигаться к цели. И цель жизни, фактически, это действительно сделать что-то значимое в своей жизни, сделать что-то весомое, оставить что-то после себя. Деньги, да, за деньги не купишь, наверное, все. За деньги ты купишь эмоции, эмоции, ты купишь эмоции близких людей, ты купишь воспоминания. И это классно, это здорово, ребят. И все это вы можете получить здесь, в Арифлейм. Но ты должен понимать, для чего тебе это нужно. Вот почему все лидеры всегда говорят об одном и том же. Поймите, для чего вам это надо. Зачем вы это хотите. Для чего вы сюда пришли. Для меня Эрифлейм – это жизнь, это образ жизни. Для меня это стиль жизни свободного человека. Когда приезжала, например, сестра летом ко мне, не вопрос, мы уездили на море с утра до вечера, и нам это нравилось. Я брала с собой планшет и продолжала работать. Да, мы уже побывали с компанией Арифлейм в 9 странах мира. Мы встречали рассвет в Бразилии, провожали закат в Индии. Мы катались на слонах. Я со своей любимой мамочкой была в Париже. Брала ее с собой на конференцию. И это здорово. Самое ценное – это время вашей жизни. Это самое ценное, ребят, что может быть. Это время вашей жизни. И есть такая притча, когда один маленький мальчик, он был очень маленький, а время у него было большущее, большущее, большущее. Знаете, такое вот завались просто, времени у него было. И вот мальчик ходит, ходит такое, время огромное, огромное. И вот девчонку подергать за косички, время нужно взять. На, пожалуйста, время выбросил. С мальчишками побегать. На, пожалуйста, время выбросил. Стал этот мальчик расти. Подрастает, и он становится больше, а время это становится меньше, меньше, меньше. Пойти погулять с девчонками, пожалуйста. Пивка попить с друзьями, пожалуйста. Он растет, а время меньше, меньше, меньше. И вот он становится уже, знаете, таким взрослым дядькой. А время у него, он огромный такой стал дядька, а время у него стало малюсенькое-малюсенькое. И вот однажды ему позвонил его папа и говорит, престарелый человек, и говорит, Сночек, приедь ко мне, пожалуйста, ты мне так нужен. А на что он ему ответил? Ты знаешь, папа, у меня на тебя нет времени. И вот, ребят, что дает Арифлейн? Арифлейн дает возможность за короткое время вашей жизни, за 3-5 лет жизни, ну, может быть, 7, ну, может быть, даже 10, дает возможность построить действительно пассивный доход. Когда у вас быстро появится время на семью, на близких, на какие-то свои увлечения. Но, поверьте, вам не захочется остановиться ни на уровне бриллиантового директора, ни на золотом. Захочется двигаться дальше. Потому что в процессе своего движения ты поймешь, что сам путь вот этот и есть счастье. Само движение к твоей мечте – это и есть счастье. Счастье не тогда, когда ты будешь, вот кем-то ты станешь, вот тогда я там буду счастлив. Вот я стану бриллиантовым директором. Ребят, я это четко поняла, что счастье не дает ни звания, ни сцены, ни в этом дело. Счастье – это сиюминутное состояние. Ты постоянно должен в этом состоянии находиться. Вот этот путь – это и есть счастье. Это классно. Я всем вам желаю быть успешными. Я вам всем желаю быть счастливыми. Вы уже очень счастливые люди, потому что вы все именно в Reflame. Мы в потрясающей действительно компании. Я очень счастлива, что я нахожусь именно в нашей компании. Это самая великая компания мира. Друзья, и мы все с вами одна большая дружная команда Reflame. Давайте будем дружить, будем общаться. До встречи с вами на банкетах директоров, на золотых, бриллиантовых исполнительных конференциях. Если вдруг есть вопросы, я могу ответить. По-моему, у меня пять минут еще есть. Если нет, просили слайды планирования. Вот эти. Видео в записи. Хорошо, ребят, запись будет. Я скину на канал YouTube. Большое спасибо, спасибо, спасибо. Ребят, тогда огромное вам тоже спасибо, что вы сегодня меня послушали. Я очень надеюсь, что что-то вам полезное я донесла. Немножко волновалась, потому что по-другому трансляция была, нежели обычно. Спасибо вам огромное. Пока-пока. Успехов. Удачи.